Пока эта территория на благоустроенный сквер совсем не похожа. Ее только начали готовить к предстоящим изменениям. Сейчас здесь работают экскаваторы-погрузчики, копают траншеи, чтобы затем проложить инженерные сети. Площадь работ обширная, около 18 тысяч квадратных метров. За каждым движением спецтехники наблюдают жители. Пока им негде даже присесть, но это временные неудобства. Доделают сквер, появятся и лавочки, чтобы не только прогуляться можно было, а и посидеть на свежем воздухе. Может быть что-то новое будет, как на площади Ушакова предусмотрено. Может какие-то такие новые необычные качельки будут, еще что-то такое. Ну песочница может для детей. Вообще-то хотелось сохранить всю зеленую зону. Каждое дерево, вот знаем, ходим здесь тренируемся, и каждое дерево чуть ли не здороваемся с каждым деревом. Поэтому, когда мы услышали, что здесь будет сквер, ну чтобы не вырубали деревья. Деревьев около 800, и вырубать их не собираются. Разве что высохшие, аварийные, которых 33. Сквер будет уютным, зеленым и просторным. Его украсят сухим фонтаном и декоративной подсветкой. Ограждать периметр не планируют. Люди должны свободно перемещаться. Они привыкли ходить через парк и здесь ставить ограждение смыслами. Рельеф сохраняется, проводится освещение, видеонаблюдение. Максимально комфортная среда для такого тихого прогулочного парка. Появятся детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, отдельная зона для выгула собак. Оборудуют систему видеонаблюдения и уличное освещение. Проект благоустройства учитывает пожелания севастопольцев. Позади пять обсуждений и архитектурно-художественный совет. Решить удалось и спорный вопрос. На этой территории есть участок, который раньше находился в частной собственности. С департамента имущественно-земельных отношений этот вопрос проработан. По их информации, данный земельный участок в пользование города возвращен. Соответственно, мы там же реализуем этот проект. Работы ведутся по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Всего за этот год по нему должны благоустроить шесть общественных пространств. А также начать проектирование парков и скверов на 2022. Нам нужно выбрать пять зон на 2022 год. То есть мы 20 точек определили. Сейчас в настоящий момент это обсуждение. И чем быстрее жители проведут голосование, а мы до конца мая это голосование уже определим, мы уже приступим к реализации 2022 года. Отдать свой голос за территории, которые благоустроят в 2022-м, можно через МФЦ или онлайн с 26 апреля по 30 мая на специально созданной платформе. Выбрать один раз одно пространство предлагают тем, кому уже исполнилось 14 лет и кто предварительно зарегистрировался через госуслуги. Тем, кто самостоятельно не пользуется интернетом, помогут волонтеры. Они с гаджетами в руках будут работать на улицах, в парках и торговых центрах, чтобы сделать свой выбор. Получилось у каждого. Анастасия Синица, Андрей Тынчук. Новости Севастополя.